При в чё дел такая тенденция сложилась, что люди, которые что-то умеют, пытаются все почему-то научить меня этому. И у меня есть две теории, которые это объясняют. Это странно. И такое у меня ощущение, как будто я избранный, понимаете? Как Нео в Матрице. То есть Морфеус, он же был крут, он типа всё умел и мог раздавать люлей кому угодно. Но спасти всех мог только Нео от врага, от гибели человечества, так сказать. И поэтому они там с ним и мудились, учили его всякой херне. И так же и я. Я считаю, что я избран. И всё это не просто так. Осталось только придумать, кто же враг. От кого мы будем спасаться. И ради чего я погибну в конце. Когда я выйду в длинном чёрном плаще в солнечных очках под музыку Propeller Heads. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум Ну, мы не можем поставить настоящую музыку из Матрицы, потому что мы на Ютубе. А, есть ещё второй вариант, что, типа, это рекламный слоган в духе «Мы даже Ваганыча научили» звучит очень воодушевляюще. И люди думают, ну, раз Ваганыч научился, то и мы сможем. Но мне больше нравится версия про то, что я избранный. Короче, мне написал Артём Мироненко, наверняка многие из вас видели его канал, где он играет на гитаре всякие фингерстайловые темы, популярные песни и так далее. Ещё у него есть канал, по-моему, где он делает разборы, и ещё какой-то канал, где он сходит с ума. Ну, короче, всё, как я люблю. И, собственно, он решил, типа, поделиться с нами знаниями. Замутил свои курсы и сказал, вот, курс, пройди его и расскажи, как тебе. И сейчас расскажу. Заниматься мы будем перкуссионным фингерстайлом. Это достаточно новая техника, очень крутая, очень зрелищная. И там есть много сложностей и нюансов. В общем, это был курс перкуссионный фингерстайл. Я потратил на него два дня. Хотя, мне кажется, это мало я на него потратил. Но у меня были на то свои причины, я потом расскажу. Рекомендовал смотреть и делать одно занятие не больше, чем один раз в день. Посмотрели, выполнили, пошли дальше на второй день. Можете смотреть второе, можете отдохнуть. То есть, можно заниматься в любом темпе. Вот, условно говоря. Ну уж нет. Отдыхает тот, кто устал. По мне, разве видно, что я устал? Я знаю, что видно, поэтому, что мне терять? Короче, там начинается всё легко. Типа, смотрите, вот гитара. Ну, в чём суть, короче, фингерстайла? Что мы рассматриваем гитару не как аккомпанинирующий инструмент, а как целый оркестр. То есть, тут можно всё делать. Типа, голосоведение, аккорды, бас, ударные, там, вот это вот всё. И, соответственно, это совсем по-другому. То есть, когда никогда не играл таким образом на гитаре, я вот никогда таким образом не играл, я только шпарил вот. То это просто опыт, как будто ты заново учишься играть на гитаре, как будто первый раз взял. То есть, все, кто пытался играть на гитаре, учился, там, помнят, первый раз берёшь, ты не можешь ни струны зажать, ни ударить как-то, у тебя рука как-то криво идёт. И непонятно, вот, когда уже более-менее можешь вот так вот делать, и ты не понимаешь, как ты не мог это сразу сделать. Это, блин, так элементарно получается само собой. Проходя эти курсы, я испытал это всё заново. Но превозмогание всегда побеждал. Всё начинается с безобидных вещей, типа, сделайте так. И думаешь, ну и что? Не сложно. А потом говорят, а ещё сделайте так. Вот. И ты не успеваешь отвлечься, и уже тебе надо делать какие-то 15 вещей одновременно, всеми руками, то есть в разных плоскостях им двигать. И мозг ломается, и хочется умереть. Чё-то сложное началось, надо ноты играть. Я думал, мы будем просто дубасить гитару. Продолжайте после того, как пройдёте данный этап. Далее будем... Я прошёл. В первом такте будем играть. Нам надо сломать мозг немножко и... Ну ща. Ни хера не получается. Ща, стой. Да эта бочка не предназначена для того, чтобы ещё и ноты дёргать. Сраные фингерстальщики, что с вами не так? Есть же медиатор. Ох, аж полегчало. Ладно. Да кайф, может, и гитара не той формы? Это противоестественно, так нельзя. Я не знаю, как это делать. Как сложно, господи, за что? Это ломает мозг. Это надо работать в стольких осях направлений одной кистью. Этот палец, он дёргается вот так. Чтобы дёргать струну, надо им двигать вот так. Чтобы бить по струне, надо двигать вот так. То есть это уже две. Потом ещё кисть работает вот в таком направлении. И эти пальцы иногда работают в таком, а иногда в таком... Сложно. Я уже считаю, что это неплохой результат. Я в отчаянии. Покажи ещё раз, что ты там делаешь. Получится, приступаем к следующему. Это невозможно. Ты врёшь. Я понял фишку. Надо палец уводить подальше. Ах, ещё одно дополнительное измерение для моей руки. Моя рука не предназначена для этого. Эти преподаватели все смерти мои хотят. Я не знаю, зачем это всё надо. Ладно, это минуты отчаяния. Сейчас будет второй этап. Или третий. Какой там уже? Давайте другой. Съедрённые макароны. С другой стороны, кто говорил, что будет легко? У меня такое ощущение, будто я первый раз гитару в руки взял. Что, конечно, недалеко от правды. Но всё равно, с одной стороны, это фрустрация. С другой стороны, прикольно, когда что-то получается. Хоть немножечко. Я такой думаешь, блин, у меня же совсем ничего не получалось. А сейчас уже более-менее. Я, конечно, да. Дальше всё, как обычно, добавляем у лопа таймеров. Да ты издеваешься нахер. Я сидел здесь где-то два часа и дрочил эту хрень. А ты плов добавил? Мама, я ненавижу всё на свете. Учиться – это здорово. Надо изобрести инструменты с кнопками, на которых не надо играть. Как детские, только настоящие. Как в футураме. Как назывался этот музыкальный инструмент? Где ты воображаешь музыку, и она играется. Вот такое надо. Зачем нам эти оковы? Это ограничения, это рамки. Мы не должны выглядеть плохими музыкантами только потому, что нам лень учиться играть. Ничего, что я не показываю свои пальцы. Там ничего интересного не происходит. В основном что-то похожее на это. Это какой-то многозадачный процесс. Надо назвать видео. Ваганыч занимался три часа и чуть не умер. Когда хейтеры меня поймают и решат убить, они выберут самую зашрённую казнь. Составить меня чему-нибудь учиться, пока я не умру. А ладно, тяжлое учение в бою не пригодится. На каждый удар надо что-то делать. На каждый счёт. Тут у нас нота, бочка, pull-off, death note, death note, snare. И вот тут только на последнем такте мы отдыхаем. Поэтому на отработку этого уже, скорее всего, уйдёт чуть больше времени. Да что ты говоришь? Не, я рано и люблю. Я называю это упражнение «хер сыграешь». Пальцы не сдвигаются в другую сторону. Здесь есть два сложных элемента. Именно играть ноту и бочку одновременно. И играть snare и ноту одновременно. Ну, звучит не сложно. Вроде как я всё это по отдельности играл. Короче, я считаю, на сегодня я потрудился на славу. Почти четыре часа занимался. Прошёл как раз четыре задания. Не обманывали нас, что надо по часу тратить на каждое задание. Но, кажется, я все четыре потратил на последнее. Но это была реально потная катка. Я не знаю, как будто заново учишься играть. По-моему, я уже это говорил. Короче, надо дать мышечной памяти устояться. Нейронным связям соединиться. И на завтра мы продолжим. Но это очень весело, если приложить старания. Короче, к сожалению, всё не как матрица. Типа ты лёг на стол, тебе подключили провод в голову и всё. Ты умеешь водить вертолёт. Тут приходится всё-таки... Мы ещё до такого не дошли. Надо сидеть и заниматься. В общем, я себе даже пальцы все в мазоре стёр. Хотя такое со мной давно уже не было. Я подозреваю, что мне надо заниматься было на акустической гитаре. Ну, типа дредноут, не дредноут, я не знаю, как это называется. Но, в общем, это у нас больше похоже на классику представления советских инженеров. И тут оно всё не так звонко, и флажолеты не звучат практически. То есть урок с флажолетами у меня вообще не получился. Потому что они, блин, тут их нет. Вот. Пятый лад, смотрите. Где? Еле слышно. Но, я думаю, сойдёт. То есть даже на таком инструменте я смог всё попрактиковать. Тут, в принципе, все элементы присутствуют. Струны там, дека, гриф. Всё на месте. Что ж, настал второй день. Продолжим наши мучения. Пальцы болят. Всё болит. Ничего не помогает. Но надо подобройти уроки. В этом занятии отработаем приём, который называется слэп. Слэп – это вот такой удар. В задании вам нужно будет повторить этот риф. Охереть, просто звучит. Повторить так повторить. Мы не гордые. Своё не придумываем. Только ворую. Снеер. Снеер сюда, оказывается, теперь бьётся. Был же вот этот вот, который я ненавижу. Вот это вот. В этом занятии гитара будет больше барабаны, нежели в гитарах. У меня, куда ни бей, звук со мной не отличается. Ну ладно. Этот урок мне больше всех пока нравится. Там помимо вот этого перкуссиона, фингистайла, есть ещё другие курсы, можете посмотреть. В общем, когда выполняешь все упражнения, там разучиваешь разные элементы, там, кик, снейр, разные удары, комбинирование этого всего, хай-хеты, флажолеты вот эти вот странные, которые у меня не получаются. Там дальше самое прикольное, что я считаю, есть несколько песен, которые подробно разбираются на видео. То есть, ну, курсы сняты самим Артёмом, поэтому это не какие-то левые курсы, а, типа, вот мы видели, как он играет, и вот он рассказывает, как это делать. Так что всё честно, я считаю. Вот эти песни подробно там разбираются, там есть все табы, все аппликатуры, и к урокам тоже можно скачать. Он сидит, объясняет, что надо делать, ты сидишь, повторяешь. Очень удобно, и, типа, в итоге, если ты посидел там, помучился, ты можешь нехило так всех впечатлить, сыграв там что-нибудь прикольное. Вот что я, например, разучил, когда вот на второй день уже закончил все уроки и решил одну песню попробовать разучить. Получилось вот так. Я считаю, неплохо. Плохой результат для первого раза, и вы спросите, типа, и почему ты не довелся до конца или не разучил чего посложнее? Да, потому что скидки действуют до первого июля. Там какие-то очень большие скидки на курсы. Если вы хотели за лето, например, обучиться фингерстайлу, там, разучить пару песенок, вообще понять, что да как, то я думаю, это вариант вообще нормальный. Времени много, можно потихоньку заниматься, видосики смотришь, повторяешь, и главное усидчивость, я считаю. Зачем я делал гитару? Я не играю. Это звучало как вопрос философский такой. Ну ладно. Ну и вот летом кому нечем заняться, я думаю, самое то, курсы пройти. Тем более, вообще мне нравится идея интернет-образования, все эти технологии используются во благо. Тем более курсы, говорю, проверенные. Вот я сам, короче, протестовал на себе. Нормальная тема. Мне понравилось. Хотелось умереть, но понравилось. Так что спасибо Артему, что предоставил мне такую возможность, заставил меня учиться. Ссылка на сайт с этими курсами будет в описании, и до 1 июля, если надумаете, то можно брать по скидке. Я не знаю, буду ли продолжать, но не сейчас, надо еще какие-то вещи поделать. Но тема прикольная, говорю, не знаю, сколько раз я сказал. Давайте увидимся в следующем видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok